Лучший сериал в Казахстане. Я, ну, красавчик, заслужил. И вот это всё думаешь, блин, нафиг это всё надо? Такое ощущение, что у нас в Казахстане ищут повод разделиться. Наш герой всё равно придёт к, типа, плохим последствиям. В Шикере у тебя были сцены сексуального характера? Ну, я не сильно уговаривал. Ну, в плане, типа, она согласилась? Нет. Что-то миллион заработано, 300 докладок сделать. Камон, ребята, вы, блядь, пять лет как Жигеновку закончили. Снимите хоть что-нибудь, сами. Всем привет, это видеоблог «Серийный продюсер». Меня зовут Николай Пак, и у нас сегодня подкаст номер один. Сегодня я решил позвать режиссёров, которые делают казахстанские сериалы, которые покоряют тренды Ютуба. Итак, это режиссёр «Сакея» и «103», «Олжас Нурбай», и режиссёр нашумевшего веб-сериала «Шекер» и «Торе Рудаскали». Ну, вот я хотел спросить, ну, как бы первым вопросом, вообще вот сейчас вот эта движуха в Клабхаусе и то, что я сейчас наблюдаю, «Ай-Торе», там куча вопросов по Шекеру, прям Шекер. «Шекер» и «Саке», короче, это вот два сериала, которые сейчас прям, ну, как мне кажется, сейчас все обсуждают. Вот. И я хотел спросить, вот этот вот барьер, когда казахстанский режиссёр, например, снимает клипы, да, ну, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. То есть есть вот это вот время, когда, ну, ещё продюсеры не доверяют снимать какой-нибудь там игровой фильм там или сериал, а у некоторых он довольно-таки длительный. Вот расскажите, как вот у вас было это? То есть это же тоже такой момент, как бы, да, там есть клипы, короткометражки и вот раз и уже дали там какой-нибудь проект снимать. Как у вас было? Ну, у меня максимально всё было просто, потому что, ну, я снимал клипы, и потом мне написали в Инстаграм просто продюсеры Салема, ей сказали, давай встретимся, вот есть предложение. И я такой вначале чуть-чуть скептически относился из-за того, что Салем, думаю, ну, потом подумал, ну, по идее, я с ними не работал, и всё, что я слышал, это слухи какие-то там, то, что они плохие. Вайп какой-то общий, да? Да, общий вайп такой негативный. Такой, ну, всё равно, типа, я не тот, кто там верь, я лучше сам пообщаюсь и узнаю. И вот пошёл навстречу, классные ребята оказались и предложили очень проект Checker. И мне понравилось, что они сказали, что нету ограничений полностью, без цензуры, показывай всё как хочешь, что хочешь и вот, типа такого. Там я сделал небольшое видение, тритмент, как я это вижу, и понравилось. И, в принципе, мы сразу приступили к... Сценарий готов был уже? Нет, сценария не было, у них был примерно, как сказать, поэпизодник и всё. Получается, ты в разработке по сценарию вместе со сценаристами участвовал? Как-то влиял на сценарий? Ну, ты же говоришь, там, свободно. В первом сезоне у меня не было времени, потому что сроки были сжатые. Ну, они подготовили сценарий, и потом я уже читал. И я просто уже, какие-то сцены, которые мне не нравились, я примерно там по диалогам корректировал уже, когда снимал. И уже на монтаже вырезал некоторые сцены, переделывал их по-другому. Ну, примерно вот так. Угу. У тебя как было? Ну, ты же, у тебя не Саке, у тебя дофига было про это. О, Саке, это пятый, шестой сериалов, да. У меня, наоборот, у меня с сериалов началось. Но меня никто не ждал, типа... Ну, кто-то же... Ошибка, ошибка в том, многих вот, кто заканчивает на Эфу, там, Л.А. Я не думаю, приеду в Казахстан и их будет вот так встречать. Я им сразу говорил, никто вас ждать не будет, ребят. Я приехал, я сколько... Ну, ты же знаешь, мы с тобой сталкивались, да. Мы... Не будем говорить, короче. Ну, нормально, это тоже опыт, да. Мы сталкивались с ним, работали. И... Никто тебе не даст сразу про это. Мне, мне... Ну, даже вот Ахлбек Тушану, да. Сколько лет мы друг друга знаем, да. Он мне сразу сериал не дал, хотя всем кажется, что... Да. И он мне такой, братишка, я говорю, нет, нифига, я два тизера снял бесплатно вообще. С нуля, один, помню, два расписал, то есть... Ну, это надо было доказывать, потому что я его тоже могу понять. Потому что, ну, сори, отношения отношениями, работа, работа конкретная. Я ему говорил, не понравится, окей, не проблема. То есть у меня наоборот, у меня с сериалов началось. Угу. А потом уже такие клипы, раз, два, три. Ну, я не могу себя клипмейкером назвать, потому что... Не знаю, я вот вижу клипмейкеров, ребят, я их работу вижу, думаю, нифига себе, как они это придумали, трековые какие-то моменты у меня в голове. А я музыку слушаю, у меня история появляется сразу. У меня все, все, все равно больше кино тяготеет. Угу. Может, громко сказано, но все же я тяготею. Поэтому мне как-то тяжело говорить, что я типа, вот, там, клипы, еще что-то. Я снимаю, но у меня все равно больше. Да. Ну, вот мне, например, работа Найшулера нравится в этом плане. Вот больше вот к этому. А так, ребята, клипмейкеры есть, я даже не хочу в это лезть, они меня там порвут. И, как бы, это аниме. Слушай, ну а вот Саке, как это было? Это тоже же... Это, по идее, оба проекта Салемы, да? Да, да, да. Это вообще как было. Мы еще летом после карантина с Русом встретились. Ага. Омаровым. Да, Омаровым автором идеи, исполнителем главной роли, сценаристом. Эта идея, на самом деле, ну, давно, оказывается, у него была. И он хорошо шарит в этой теме. И мы летом встретились. Я говорю, слушай, там есть веб-сериал? Надо быстро отснять. Малой группой. А я как раз после карантина такой, этот, мотивированный, ну, голодный. Потому что мне просто надоело дома сидеть. Мне прям, ну, нереально тяжело. Как-то этот карантин дался. А че пе. Говорит, ну, там малой группой отснимем. Там, там, сям, сям. Я говорю, все-все хорошо. Но в голове я держу, что... Я его обманываю. Говорю, в голове нет, мы сейчас... И потихоньку, говорю, все. И я дальше уже свое выбиваю, выбиваю, выбиваю. И в конце я говорю, слушай, бро. Отношение к веб-сериалу не должно быть, как к веб-сериалу. Типа, никто не скажет, ой, это же веб-сериал. Наоборот, все будут смотреть это. То есть, это не сериал на телеканале «Казахстан», где там, не знаю, с 12 часов дня в субботу показывают. Все его посмотрят, у любого есть доступ. То есть, я говорю, это надо вдвойне серьезнее относиться. Вдвойне делать. То есть, моя цель была сделать киношный сериал. Максимально киношный, но... Айз говорит, сори, бро. Айтурия знает, насколько сложно в рамках нашего бюджета этого добиться. Это, ну, просто мы ничего только не придумывали там. Но старались. И вроде что-то как-то... У меня Акубек рассказывал. Он говорит, не, тут же, вот это, давай, бро, это надо сделать. И он, там, скрипя сердцем, говорит, ну, давай, давай. Они меня, когда я им звоню, уже напрягаются. Я просто... Я сейчас далеко уже начинаю. Смотри, бро. Я уже нашел путь к их сердцу. Ну, слушай, ну, вот, по сути, вот для меня лично, да, когда вот эти проекты вышли, я, в принципе, понимая какой там бюджет, ну, честно, я думал, блин, вы как-то вот эту всю штуку как-то перевернули. Ну, как по мне, что вот можно за эти деньги, не можно. Ну, там, я не знаю, может быть, там, вы какие-то свои ресурсы вкладывали или пытались как-то оптимизировать. Ну, в общем-то, все у нас же бюджет, ну, небольшой, по сути. Бюджет маленький, да. Бюджет маленький, но вот вы сейчас, как бы, что думаете? То есть, это просто можно делать по-любому, да, как бы, с этим бюджетом? Ну, в смысле, постоянно или это просто... Ну, это надоест просто, это надоест, потому что мы хотим все больше и больше, мы хотим. Я уверен, что Айтория хочет следующий. Ну, да, да, стопудово. Я сейчас, ну, ко второму сезону намного серьезнее, и у меня было условие, если я буду второй сезон делать, то, ну, любому, мне нужно больше бюджета, ну, лучше команда и, там, камера лучше стопудово. А что снимали вы? Мы снимали на Урсу первый, на Бэк Мэджик Урсу снимали. Неплохо. Ну, ты сейчас вот второй сезон, ты на... Да, мы планировали на Алекцию снимать, но, ну, тоже из-за каких-то обстоятельств. Сейчас мы снимаем на Red Gemini, ну, потому что там двойное ISO классное, и у нас будет очень много... Вы на две камеры снимали? На одну камеру. На одну камеру. И на первой сцене мы на одну камеру снимали. А, да вы что? Да, много моментов. Мы хотели сделать, ну, как сказать, лучший сериал в Казахстане примерно. Мы старались, чтобы был сериал, который все могли смотреть, и это было, ну, нормально, смотрибильно для всех. И, то есть, мы, там, выбрали Урсу, выбрали хорошие объективы и делали именно упор на то, что, там, мы прорабатывали каждый кадр и продумывали каждый кадр. У нас, конечно, не все получилось. Ну, а вот для того, чтобы снимать такую сцену... А вы сколько снимали в смену переменов на Саке? На Саке сколько сцен? Ну, сцены или сколько выработка была? Около 8-9 сцен в день. Ну, иногда надо было 12 делать где-то локации, потому что мы во время карантина снимали, надо было закрывать локацию быстро. Но у нас очень проблема в том, что у нас очень много диалоговых сцен. Да, у вас еще и комедия, там же еще... Нет, у нас сатира, и тяжело было избежать. То есть, я, например, не люблю диалоговые сцены. Угу. Я заметил, у вас вот эти сцены, которые часто вот этот в туалет, они заходят, да? Там, типа, как бы, основно оправданно, что они... Ну, чтобы не подслушивал никто. Но часто, как бы, раз, так, а этот, и сразу другая стилистика, ну, за счет того, что узкое пространство. Да, да, там уже на ручную камеру зажали, чуть шириком снимали. Просто, блин, ну, тяжело было это избежать. Честно, я обожаю на одну камеру снимать. Я тебе завидую, честно говоря. Но я не знаю, получится у меня на одну... Я вот в 103, кстати, много сцен на одну камеру отснял. Ну, ты двигался там на Ронине, да, или... Нет, нет, конечно, двигался. У меня Ронин, да, у него все было, нормально было. Но сейчас, видите, мы, когда говорим про сериалы, мы все равно должны иметь в виду выработку. Как-никак, вот, я не могу по-режиссерски сказать, меня это не касается. Мы снимаем пять сцен в день. Мне просто завтра скажут, иди ты нафиг. Насколько вот вообще в этом успехе этих сериалов, там, сценарий, ну, какую роль играет? Ну, у меня... Ну, я считаю, у меня, по идее, когда мы запускали сценарий, ну, были моменты, которые мне не нравились. И также условием второго сезона было то, что я хотел вмешиваться в сценарий. То есть, и как-то тоже участвовать в его написании, персонажах. Вот, и сейчас, ну, этими, в принципе, и занимаемся. Но, там, мы понимали, что сейчас там сразу мы зашли и начали менять сценарий, и все. То есть, у нас это не получалось, и было очень мало времени для этого. Поэтому мы, ну, хотели как-то сделать, чтобы визуально это было интересно. Чтобы зритель, там, не было ему скучно. Поэтому именно над визуальной частью мы сильно работали. Ну, слушай, ну вот же вопрос про сценарий в Саке. Ну, в Саке как было, да. То есть, изначально не все серии были готовы. То есть, когда мы с Руссом разговаривали, то все, он мне примерно 3 минут рассказал. Все, сказал, го, давайте делать. Все, потом первую серию скинул. Ну, вот, я бы хотел Русса похвалить за это. То есть, в начале у меня было такое, скажем, опасение, что я просто приду и буду визуалку ставить, и все. А мне это, ну, как бы... Неинтересно, да? Ну, не то, что неинтересно, как бы уже хочется больше. Потому что до этого сериалы, которые я запускал, два из них были мои, мои сценарии, мои идеи. И я уже привык полностью управлять площадкой, сценарием, диалогами. То есть, я мог брать эту сцену, вырезая, говорю, нет. Я это все вот так вот. Ну, просто на площадке передумал, да. Там, в зависимости от актера, обстоятельств, там, еще каких-то вещей. И он мне вскидывает серии, потом звонит. Раз, по... Читал, я говорю, нет, еще не читал. Через два дня. Читал, я говорю, нет, не читал. Читал, читал. То есть, ему было очень важно услышать мое мнение. Да. Потом я почитал, сказал, да, пару поправок сказал. Здесь чуть-чуть сериально. Здесь вышли, зашли, вышли, зашли. Давай сделаем длинную проходку, знаешь, да. Чуть разведем. Давай локацию разобьем. То есть, все. И мы с ним хорошо сработались. На самом деле, вообще классно. Я ему и в лицо это говорил. Говорю, блин, я не ожидал, что мы так сработаемся. То есть, моя цель была сделать так, чтобы все себя комфортно чувствовали. Я знаю, что до этого на площадках, там, других проектов, он, там, лез во все. Ну, как бы автор сценария, да? Да, как автор сценария. Ну, то есть, занимался не своим делом. И я понимаю, что это ему не совсем нравится. Но он написал, все сделал, сдал. Все, он хочет прийти на площадку и сконцентрироваться на своей работе актерства. Потому что я, как человек, который снимался в свое время, понимаю, насколько это сложно сконцентрироваться на актерстве, что-то можешь упустить. И мы заранее договорились, бро, площадка моя, ты расслабься. Я все буду под контроль брать, окей? Он говорит, все, окей. И вообще никаких проблем у нас не было в этом плане. Сейчас Саке-2 пишется. Вот. И мы, там я уже больше изначально, да, присутствую. То есть, изначально уже первую сцену, там, я не буду говорить, что я сейчас там в сценарной группе пишу, там, нет. Ну, я и сразу, мы договорились, давайте, ребята, изначально, чтобы у нас завтра лишних поправок не было на площадке, чтобы мы уже готовы пришли на площадку. Ну, все, все, отлично, и мы... Ну, ты знаешь, вот я, честно говоря, вот к этому только пришел. Вообще, вот я сейчас недавно, мы сейчас пишем один проект с одним московским автором, и он рассказывает, говорит, ну, они там пишут такие большие, там, сезонами, там, шестой сезон. Он говорит, но все равно, говорит, так как вот ты вроде из года в год пишешь, там, да, ну, вот эти вот проекты, он говорит, один раз мы попробовали, это было круто, говорит, режиссера позвали, вот как ты прям один в один. Он говорит, не то, чтобы он был прям полноценный сценарист, но когда он в процессе понимает, почему мы это сделали, почему мы то, ну, некоторые вещи же нужны. Он, говорит, лучше понимает, чем когда вот им готовый сценарий, там, 20 серий, и у него вот как бы он только вот этот первый слой начинает. А зачем вот это вот, может быть, вот так переделать? А люди уже там, условно говоря, год писали все это, там, куча людей. А когда он, говорит, внутри он понимает, с одной стороны, с другой стороны, он может что-то предложить. Ну, то есть предложить и говорит, а я вот это сниму, вот это вот, ну, там, вот рассказывали там сценаристы, говорит, медведь, там, типа. И маленький медвежонок увидел. А режиссер был из циркового училища. Он говорит, в смысле медведь? Ну, типа, ну, маленький медведь. Не-не, подожди. Маленький медведь такого как бы нету. Это очень опасное животное и непредсказуемое больше, чем тигр. Тигр по стойке видно, как агрессия. Медведь может тебя обнимать, а потом начать есть тебя. Ну, вот, как пример, говорит. Ну, это так, конечно, утрированный пример. Ну, вот, и я тоже стал так делать. Я, короче, режиссерам стал посылать заявки, синопсисы. И говорю, ну, что там, скажи, как ты думаешь? Потому что если там сильно уже не нравится, я понимаю, ну, даже заставить, я могу предложить, сказать, делать. Потом, с другой стороны, нужно как-то подключать на уровне хотя бы разработки проэпизодников, какое-то, чтобы мнение было, чтобы ему со временем ну, как-то он проникся и стал интересным. С другой стороны, какое-то время мы экономим на то, чтобы режиссер погрузился, потому что первая реакция все равно так. Подождите, вот это не то, вот это не то, да? Ну, на первом сезонии я тоже, ну, по идее, благодарен Арстану, сценаристу, он главный сценарист. Арстан Каунев. Да, да, да. Он, ну, прям, с доверием относился и на площадке, типа, много корректировок не выводил и максимально доверял. То есть, это мне понравилось, что, типа, ну, по идее, я же этот дебют, как бы, и я до этого вообще не снимал сериалы. И, ну, мне относились к доверием, и все всем нравилось, и классно было. То есть, и сейчас на втором сезоне уже, когда есть доверие, они посмотрели, там, сериал, вообще всем нравится, и уже, там, каким-то советом, и когда я говорю, типа, давайте вот так сделаем, переделаем, в этот момент они прям относятся к, как сказать, прислушиваются, да, и там говорят, о, давай, как ты хочешь, скажи, типа, мы говорим, и мы уже разгоняем, и это прикольно. То есть, самих персонажев делаем лучше, интереснее, и вот. Я, ну, красавчик, заслужил. Да, да. Это тоже надо пройти. Это какое-то слово на английском, то есть, есть вот этот, как там, proof, короче, это доказал, что можешь, и теперь тебя, как бы, слушают. Да, да. Ну, это, это путь, это молодец, красавчик. У нас же такие люди у нас, например, в Америке, люди сначала больше с позитивом относятся к тебе, а потом уже в зависимости от тебя будут отношения твои быстро, негативные, а у нас, наоборот, вначале чуть-чуть негативные. Чуть-чуть так, негативчик такой, и мне это бесит, честно говоря, чуть-чуть так, напрягает. Наверное, поэтому у нас люди друг с другом особо коллабораций нету, даже маленькая какая-то сфера кино, и то делится там на 50-60 всяких. Ну, вот это делится, это, конечно, вообще не очень хорошее. Ну, и то, что не очень хорошее, не то, что даже с моральным, мне кажется, даже это неэффективно, честно говоря. А это нас, это нас вообще, это нас убивает, мы могли бы давным-давно вперед уйти раньше, и, честно говоря. Делится там, начиная, причем он оттуда. Я недавно, у меня была встреча с одним очень авторитетным человеком в сфере кино, и он рассказывает, там, наверху, вот эти агашки, татешки, они такое мутят, так делится. То есть не то, что нету связи между вот этими поколениями, да? Ну, мы вот, например, другое поколение, вы другое поколение, старше вас есть поколение, нету не то, что они еще между собой, у них хаватра идет за кусок пирога. И вот это все думаешь, блин, нафиг это все надо? Мы и так-то на сколько, ну, 500 тысяч человек киношников наберется по Казахстану? Не знаю. Мне кажется, даже меньше, более активных. И то делится, и то хават друг друга, что-то негатив, что-то... Вот такое ощущение, что у нас в Казахстане ищут повод разделиться. То есть не ищут повод, как бы, да, вот общие какие-то, а наоборот. Он слушает другую музыку, я другую, он одет по-другому, я другую, значит, он такой, я сякой. Да, они такие, это все есть, это же факт, и нафиг это надо, по идее. Вот мне нравится в Америке, в этом плане. Я вот пока не почувствовал вот эту разницу, я не понимал этого. Там, наоборот, люди, у них целая социальная сеть, как это называется? Ёлки-палки. Забыл название. Короче, люди просто друг с другом коллабу мутят. Все в разных. Они такие, yes person, be yes person, больше говори да, больше говори да, не в отказ. И они ищут, ну, не получилось, не получилось, окей, ладно, в следующий раз. Я не... Э, э, круто, супер, классная работа, молодец, красавчик, уважаю. И это классно, они мотивируют друг друга как-то, а у нас... Не, вот я с собой полностью согласен, ты знаешь, когда ваши сериалы даже вышли, я там разговаривал с людьми, и как бы, и говорят там, да, вот мне понравилось, там, шаке, лисаке, но вот там есть... И я слушаю, я думаю, ну, ты же мне до этих сериалов говорил, ну, хайл вот это, да, и я подумал, что если бы тебе в тот момент сказали бы, вот такие сериалы выйдут, да, вот такие вышли, ты бы сказал, вот это да, но когда они уже вышли, ты все равно что-то там находишь, что-то там нет, а я сижу, думаю, так, ребята, с таким бюджетом, с такие сроки сделали вот так вот это, ну, как бы, вот в этом плане, конечно, такое постоянно немножко, как будто бы где-то есть другой прекрасный профессиональный Казахстан, знаешь, где там, ну, такой, почти такой казахский Голливуд, где все должно быть очень круто сделано, да, там, ну, это, конечно, удивительно, он как-то существует в головах, да, как будто бы он есть, да, и как будто вот, ну, можно сказать, только движуха, но в какой-то степени только сейчас начинается, вот была движуха по кино, сейчас вот это по Ютюбу, да, раньше там, ну, что такое-то Ютюб, это вот там, да, Сакен, я думаю, ты смотришь, там, Карапаим Карат, там, вот они там такие гопники и так далее, да, например, сейчас вот другие, вот, а если так вот, ну, тоже что-то, ну, ничего, похоже на то, что я хочу, там, да, пофиг, честно говоря, мы все равно будем делать свои. Да, это круто, но я просто про то, что вот это объединяться, да, нужно насчет того, просто мне кажется, самое главное осознать, где мы есть, у нас не самые лучшие условия сейчас для создания, там, кино, сериалов, не самые лучшие, то есть, это даже по людям, не так много прям людей там, да, которые уже что-то крутое делали, это как бы единицы, по идее, если этим единицам объединяться, да, то можно получить какой-то результат, не такой, что просто так нравится, да. Так, киношники, это вообще больные люди, на самом деле, я обожаю киношников, это, ну, вот реально, есть около киношники, есть киношники, я сейчас вот так начал. Давай-давай, давай закинься. Да, киношники, это же, это, ну, фанаты, ну, я знаю банковских работников, все, 6 часов, 6.01, они на улице, 6.02 такси, или автобус, все, в 6.30 они дома, пофиг им, киношники, это же ненормальные люди, они по 24 часа могут работать, пока-пока, ну, где так, еще за такие деньги, многие, у меня было столько ассистентов, бесплатно просто приходили, мы хотим с вами, я говорю, это не такие ребята, это не то, что они просто, я говорю, новый капец, это киношники у нас в Казахстане, сейчас в основном, не за счет бюджета, а за амбиции держатся, а на амбициозных людях, сейчас, если вот эти амбициозные люди вдруг потеряют амбицию, либо переедут, мне кажется, будет тяжело, тогда будет тяжело, поэтому, блин, я обожаю киношников, это в хорошем смысле больные люди этим, просто не надо убивать в нас, вот этот какой-то порыв, который мы хотим, да, у нас где-то получается, где-то не получается, где-то мы факапнулись, где-то у нас, но все равно стараемся, никогда не было такого, что такое отношение, например, щекер, честно, я не смотрел полностью, про нее, сори, не получилось у меня, но я дофига слышу про него, мне иногда говорят, это вы щекер снимали, я говорю, нет, я саке снимал, а все, все, хорошо, то есть я чувствую, что есть вот два, хотя мы не конкуренты, ты говорил о том, что ну как бы надо, ну не разъединяться, да, о том, что... Да, да, на самом деле у нас люди любят разъединяться, суть в том, что объединившись, либо там хотя бы там помогая друг другу, подсказывая, мы что-то можем больше сделать, система фидбэков у нас абсолютно не работает, например, нас обучали всегда, ребята, все, что вы делаете, всегда фидбэк получаете, всегда вы можете думать, что это самая гениальная работа, но фидбэк обязательно, и мы реально со сценарием приходили, в каждом удавали, вот, блин, как думаешь, что думаешь, там человек вообще, ну то есть он может не иметь отношений, условно, на старбаксе на кассе стоять, но он же тоже зритель, он чик читает, интересно, он может дать фидбэк, а у нас нет, у нас не так, сразу нас разделяют, я честно, я радуюсь, когда новые крутые проекты появляются, мне говорят, щекер смотрел, я говорю, я не смотрел, но у меня была возможность минут пять посмотреть, где-то, первой серии пять, чик-чик-чик, я вот так прокрутил, я думаю, круто-круто, молодцы, я понимаю, какой там бюджет, я знаю, что там, примерно знаю, а, здесь вот так, а, здесь он не смог так сделать, потому что у него время примерно напрягало, примерно, это уже знаешь, потому что сам через это проходил, я думаю, нет, ну, молодцы, почему? Потому что нет халявы, вот чего я ненавижу, так эта халява, типа, там, на площадке поймем, блядь, стараться тогда бы что-то или у нас да вот эта тема это там просто бюджета не было всегда это у нас отмазка это это такая отмазка можно делать на самом деле реально с маленьких бюджетах что-то да просто надо стараться да это до поры до времени то надоест там хочется но все равно можно читать и делать тоже новый в дал красавцы в этом плане что но это же самое да вот это вот сочетание бюджета и то что получилось это прямо круто мне кажется и я вот например ну не вот не не режиссерская да вот то что касается сценария вот сейчас будем делать надеюсь вы тоже как-то поддержите будем делать сценарные читки ну то есть просто любой человек может прийти например вот я пришел вот мы там там до 8 человек обычно такое правило да и ну я вам читаю свой сценарий неважно в каком этом жанре там, да, то есть неважно, даже это пускает, опять-таки я для какого-то канала государственного делаю, просто читаю сценарии, ну, мы некоторые читки такие закрыты делали для себя, ну, там вообще все работает, то есть там не то, что вы там ходите, полностью меня там разъебываете, да, мой сценарий, вот не в этом, просто то, что когда я вам читаю его, я уже даже по вашим лицам, блин, вот здесь, и это я видел сам, человек читает, ну, говорит, ну, да, я здесь не доработал, вот здесь не этот, вот здесь люди остальные вообще слова не сказали, а если это люди, которые, ну, как бы мнение которых важно, да, там, которые не делают ничего специально, там, да, там, самоутвердиться, то это норм работает, я просто вот читал эту книгу корпорации гениев про Пиксар, они сами пришли методом проб, а это, считай, лучшие анимационные фильмы, да, что у них вот это есть такое собрание, все режиссеры вот этих вот фильмов своих, они собираются и вместе штурмуют вот на каждый проект, то есть не то, что там, а, там уже потом лучше, чем у меня получится, да, там, какой-нибудь, там, уловить, там, у меня корпорация монстров, и этот, и этот проект вместе, как бы, как сделать его лучше, вот это крутая штука. Да, 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 у них так и есть, то есть реально, то есть люди вот сидят, ну, представь, условно, собираются с, там, режиссеры, там, Саке, да, ой, Саке, Салем, Салеме собираются, и каждый читает примерно свой тритмент. Да. Это уже интересно, да, это уже прикольно. Ну, я, по идее, к этому чуть-чуть с опаской отношусь, потому что, ну, у меня есть, там, определенный круг лиц, типа, которые, к которым я обязательно иду, например, и показываю свою работу, и получаю, там, фидбэк, типа, и я конкретно, там, знаю, что они, там, никогда мне не соврут, и скажут все, как есть, и я понимаю, что их видение намного лучше, чем у меня, то есть, и я, там, для себя как-то создал список, короче, людей, которым я всегда, там, иду, показываю свои сценарии, свои работы показываю, и уже обсуждаю с ними, и они мне говорят так-то, так-то, здесь вот так, и я, там. Ну, то есть, а ты имеешь в виду, что именно эти лица, а если бы были другие, то чего ты опасаешься? Ну, не знаю, просто, типа, когда мне важно, чтобы я чувствовал, типа, человека, потому что... Коннект, да? Да, коннект был какой-то, потому что, ну, бывают очень разные видения, например, то есть, могут два человека сидеть, и, например, мы смотрим одно, и кому-то, кто-то считает, что это классно, кто-то считает, что это, ну, не очень классно. Ну, знаешь, здесь есть обратная ситуация, есть еще момент жанровый, ну, представим тебе сейчас другой жанр, да? К тем же людям, не знаю, сможешь ли ты пойти, будет ли правильно, тогда лучше поменять людей, кто вот топы, да, в этом разбирать? Да, да, жанр, топы. Жанр, еще что-то, еще что-то, ты для себя, вот, ты выходишь из вот этих вот, из вот этого квадратика людей, и уходишь в другой квадратика. То есть, это тоже, и это круто, в первую очередь, для тебя ты развиваешься больше. На самом деле, знаете, я вот видел, слушал этот подкаст, есть такой там, этот, Николай Куликов, короче, один из сейчас таких российских, он, кстати, вот эту штуку объяснил, у меня тоже такой был вопрос, он говорит, самое главное не то, что даже, что именно говорят, потому что они за тебя не могут решить, они говорят, что ты делаешь с этой информацией. Эта информация, как ты говоришь, может быть, неправильная, но ты через свой фильтр это проводишь, понимаешь, поэтому там, по сути, ну, важно, кто говорит, но, по сути, ну, там нет смысла чего-то опасаться, потому что это все через свой фильтр должно пройти, вот, к примеру, и в другой жанр, все, это не означает, что, ну, как-то на тебя повлияет. Понятно, человек говорит так, это же столько, знаешь, количество мыслей, которых не обязательно все принимать. Просто, ну, что-то от тебя упадет, западет, там, ну, ты, как бы, все равно это же своя мыслительная работа, по сути. Ну, вот, видишь, поэтому, например, вот на этих сценарных читках, там, вот, одно из правил, ты не критикуешь, когда он читает, ты можешь только добавить, то есть, у тебя там прям правило, да, а еще, ну, то есть, я могу тебе предложить, то есть, говорю, вот, ты рассказал свою идею, там, да, да, слушай, а вот здесь еще можно, все, не так, вот это хуйня, вот это не хуйня, там, а вот, вот это вот так сделаешь, все, что ты, ну, тебе упадешь. У нас было такое правило, короче, когда мы писали сценарий, у нас там 16-20 человек в группе, да, и каждый зачитывает свой этот сценарий, причем делится там, ты читаешь Джона, ты читаешь Эмили, ты автор, ты еще, и мы читаем все. И автор, то есть... А, параллелем, да, как бы? Да, параллелем. И автор, который, автор сценария, он не имеет права ничего говорить вообще. То есть, каждый говорит свое мнение, но он даже не имеет права сказать, типа, нет, ты не понял, там суть, он не имеет нам, нам рты закрывали. Это нереально бьет по эго. То есть, ты сидишь, он тебе... И ты понимаешь, что это твоя ошибка, что ты не смог это на сценарном уровне объяснить нормально. Понимаешь? Вот. И ты думаешь, чувак, если ты не смог объяснить это на сценарном уровне, как ты визуально это... Или сможешь ли ты? То есть, это нереально. Ты прикинь, человек элементарно какой-то вещи не понимает, и ты сидишь, молчишь, ты просто записываешь, и просто от того, что нервничаешь. Вот эту привычку у меня оттуда появилось записывать. Вот это вот. И это крутая школа. То есть, вот ты проходишь через это, а потом ты понимаешь, так вот это, вот это, вот это. И в следующий раз он говорит, да, все понятно, почему так, всяк. Это круто. На самом деле, да, тебя прям заставляет молчать. Это психологическое. Это где? Это когда вы учились? Там, в Штатах? Да, да. У нас учитель по сценарию был, блин, бомбовый вообще он. То есть, у нас учителя все такие были, он приходит, говорит, телефон убрал, телефон убрал, телефон убрал, тетрадку убрал, кофе убрал, чай убрал, только вода. А мы типа, ну, у нас, мы ноги могли на стол положить и нормально, ничего никто не говорил. А у него прям дисциплина вот такая. Прикольно. А я с Казахстана, я привык к этому, фук, сразу нормальный стал. Фук, сразу любимый стал. Вот. Но, потом он только объяснял, почему он это делал. Почему он это делал. У нас, по сути, приучалка. Ну, крутой вообще, блин, заставлял. И никогда не было воды в его объяснении. То есть, знаешь, здесь, он никогда так не говорил, он говорил, раз, два, три, здесь не хватает, героя здесь не хватает, этого, 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 этого. И все уже шел. То есть, блин, крутая школа. Я у него еще дополнительные уроки брал. Типа, можно дополнительные уроки брать. Но вот эти фидбэки, на самом деле, это не все могут делать. Вот, примерно, вот меня сейчас там спрашивали, давай ты там расскажешь про сценарий, будем курсы делать. Я говорю, да я не могу, я не умею вот эту вот, у меня и так проблема. Я когда с главным автором работаю, я вот так, сначала два часа так, ну, короче, не даю вот эту первую свою реакцию. Потому что, вот мы проговорили, какая идея, да, получая сценарий, я не даю, я так хожу, короче, ну, потому что первое сначала это, вот это не то, вот так же мы говорили, вот так, вот так. То есть я сначала успокаиваюсь и пытаюсь дать, и подбираю почти каждое слово. То есть я, ну, некоторые люди могут сразу, и они четко, вот, где, а я не умею это хорошо делать, я этому учился вообще, я целый курс проходил. Как работать со сценаристами, как давать обратную связь. И то, ну, как бы, еле как это делал. Он говорит, еще преподавать. Я говорю, преподавать, это, ну, вообще, это, это, ну, вообще, критиковать, ну, я, короче, ну, монтировал два полных метра, ну, был ассистентом, ну, режиссера монтажа. Я жених монтировал, потом лифт монтировал. И, получается, там, Виталий, я у Виталия работал, и очень классно, ну, классно теме научил. Виталий Бужан? Да, Виталий Бужан. И он, короче, ну, меня очень классно теме научил. Во-первых, ну, то есть, там была дисциплина полная, в семь приходишь, в восемь вечера уходишь, типа такого. И, каждый день, там, типа отдых там, воскресенье, что ли, такое было. И там, типа, он там красит параллельно разные фильмы, клипы, и там приходит, и там, я смотрю примерно, говорю, ой, блин, что-то типа не так. И потом он говорит, ты сам сними сперва, типа, что-то нихуевое, короче. Потом, что-то говори вообще, потому что, пока ты сам не смог ничего сделать, даже там, самый плохой клип, то есть, ты вообще не имеешь права ничего говорить, короче, типа такого. И это, по идее, классно приучило, там, лишнее не пиздеть, типа, можно сказать, просто, ну, с первого, докажи, что ты лучше, там, можешь, а потом ты можешь говорить, ну, здесь, типа, можно было сделать так, типа такого. И то это, короче, типа, очень субъективно. Не, на самом деле, кто много работает, кто много семи, они уже особо не критикуют, они, наоборот, постараются с пониманием относиться, потому что, мы-то понимаем, какое дерьмо там творится, и через все проходить надо, правильно? Ты стоишь в термобиле полностью, в лыжном костюме, тебя пронизывает, ты какого хрена, зритель не видит, что там плюс два просто солнечно, на самом деле. Он этого не знает, он не знает, что камеры застывают, что технически столько, что камера полетела в файлы, что это был пересъем, что актрисы умели. И обычно критикуют те, вот, около киношники, вот, к чему мы пришли. Около киношники, они вот сидят в своих, в барах, в Чукотке, там, я не знаю, как это называется, по Фурманного, хитировали, где-то, лейт-найт-шоу, там еще что-то. А там собирается, да? Да, Ле Жангбер, они сидят там, мне кажется, вот это, вы знаете, у Филини было так, еще что-то еще. Камон, ребята, вы, 5 лет, как же Геновку, закончились снимите хоть что-нибудь сами. Ну, реально, таких много, ну, согласись, да? Вот это важно, да, как ты критикуешься, сделай сам лучше, и потом ты можешь им говорить, вот это, типа, Кинокритика, это что такое? типа, ты говоришь, ну, по факту, да, вот это, вот это разбираешь, анализ делаешь, обзор делаешь, вот это хорошо, вот это плохо, типа. А у нас многие кинокритики, кажется, меня не взлюбят после этого, они просто вывозят на матах, в основном, такая гуля, но Ебинь, мне кажется, это из-за бэд-комедии, но он так и делает, из-за этого. это нам уже стиль просто такой. Просто тупо обосрать. Ну, у нас же есть и хорошие проекты, почему бы не сделать, типа, ребята, ну, я себе прикольный проект. Ну, это неинтересно, ютубер. лайков не наберет столько, и, значит, ну, мне очень нравится, что вообще есть вообще что-то. Ну, да. Хоть что-то. Хоть и плохие какие-то есть, но все равно есть что-то движется, кто-то что-то делает, и просто надо уровень поднимать, учиться, короче, мне кажется, просто вот это феномен, когда ты критикуешь, все круто, все, ты молодец, но когда у тебя возникает ощущение, что ты можешь, как бы, ну, потому что ты можешь критиковать, как будто это же разные все на вещи. Ты одно дело критикуешь, другое дело снимаешь, ну, там, в литературе же есть критики крутые, это просто их работа, они зачастую, что они очень круто пишут. Слушайте, ну, у вас, наверное, вот я заметил, я сейчас много с людьми общаюсь, вот у людей даже вообще не имеющих отношения к кино, у всех есть какая-то идея о каком-то кино, это же удивительно, да, с одной стороны, прикольно, что, я знаешь, я разговаривал много с рекламщиками, я говорю, ну, смотри, как ты видишь свою карьеру? Он говорит, ну, я вот там стану тем-то, тем-то, потом что? Ну, там, открой свое агентство, я говорю, окей, потом что? И он мне говорит, ну, потом, наверное, я буду снимать кино, я говорю, а зачем тебе такой длинный путь, ну, по идее, да, то есть, почему в конце все равно я буду снимать свое кино? Интересно, то есть, ну, это такая, почему так у людей? Это секси, да, то есть, профессия такая, она очень, или кажется, что она очень легкая. Знаете, по-моему, модно, быть режиссером, что-то типа такого, да? Потому что она давно уже модно быть, не только сейчас. Ну, все думают, что я много заработаю, мне кажется. Ну, слушай, а давай расскажем зрителям, сколько это, ну, много зарабатывают, режиссер? Ну, я не люблю, не конкретной суммы, я... Ну, вообще, возможности больше, потому что я, например, могу сравнивать с актерством, да? То есть, я как актер начинал. Возможности больше, именно. Когда ты актер, ты очень зависим. Ты зависим от кого-то, от чего-то мнения, там, зависим от сценария, обстоятельств, от настроения режиссера, кастинг-директора, от отношения с ним, ты зависим. Мне как-то Ахана говорил. Это вот женщинам легче в актерстве, потому что они привыкли ждать, а мужчинам тяжело. Это для меня прям такой, этот холодный душ был. Потому что я-то начинал просто, мне было интересно, хотел стать популярным и так далее. А потом уже меня затянуло уже в это всерьез. Но когда стал режиссером, я понял одно, это ровно в 10 раз тяжелее, чем актерство. Но ровно в 10, не меньше. Потому что я так уставал. То есть, первые какие-то проекты, минутные ролики, вроде, ты охреневаешь там просто. Да, а где эта пауза, да, где это? Ну, зарабатываешь больше, конечно, чем актеры. Ну, возможности больше. Ты можешь больше решать, ты можешь что-то писать, что-то каких-то, ну, больше вот этот, рейндж у тебя больше. Я не так, я уважаю актеров вообще, уважаю актерство, но... Ну, вот не во всех же профессиях, например, в нашей казахстанской индустрии, например, я знаю, что условный художник-постановщик, мне кажется, больше зарабатывает на клипах, чем на, ну, на кинопроектах, там, ну, таких обычных. Все зарабатывают на рекламу больше, да? То есть, режиссеры тоже, да? На рекламах намного больше зарабатывают, даже чем на сериале. То есть, в Казахстане, там, если честно, сериалы, это только для того, чтобы показать себя, мне кажется, чтобы тебе потом предложили полный метр или более серьезные проекты. То есть, ну, сейчас это еще стало клипами, на клипах можно показать себя, но все равно там, даже я вот общаюсь с московскими продюсерами, там, тебя не принимают, если ты клипы снимал, реклама у тебя, то есть, клипам серьезно не относятся, это такая тема. А клипам серьезно? Да, но в плане, типа, если у тебя только клипы в портфолио, я просто слушал от Clubhouse так же, типа, если у тебя в портфолио только клипы, тебе взять рекламу сложно, потому что рекламодатели если у него все клипы, говорят сложно, короче, я не ищу того, кто снимал именно рекламы или какие-то... А вам хотелось бы с ним, хочется снимать рекламу вообще? Да, на самом деле, я вот сейчас пишу несколько тритментов для больших компаний, пробую. Ну, это как, что лучше, что интереснее? Ну, мне повезло в этом плане, я сразу как бы с больших компаний начал, мы Сбербанку сняли, сейчас я с БЦК сотрудничаю, вот в январе буквально сняли, сейчас они еще заказывают. Мне нравится не только в плане денег, знаешь, просто ты можешь больше себе позволить, ты уже не думаешь о камере, ты конкретно знаешь, что я возьму Арию, Алексу без проблем, типа, окей. Конечно, есть какие-то моменты, которым и ты жертвуешь, когда он говорит, а можно, пожалуйста, здесь наш лого показать или чуть пораньше сказать слоган? Ну, это жертва. Ну, реклама, да, это полностью ты просто делаешь, мне кажется, под задачу, просто, типа, более вкусное креативное решение делаешь и все. Нет, на самом деле, крутая школа, я тебе скажу, классная школа, то есть они же там не говорят, сделайте вот так, у нас есть тинг, они говорят, мы не знаем, мы хотим что-то такое, ты приходишь, вот так вот, 10 идей принес, выбирайте. Вот это будет примерно вот так выглядеть, вот это будет примерно вот так, вот это вот так, они говорят, вот так. Ну, хорошо, это примерно будет стоить вот так. И уже дальше больше. Но это прикольно, на самом деле, мне нравится, реклама мне нравится. Кроме того, что ты там зарабатываешь нормально, ну, не знаю, это же процесс, мне важно быть в процессе. Мне, не знаю, мне не важно, где снимать, хоть в Монголии в степи, не важно, я хочу быть в процессе, мне вот это нравится. Движ мне нравится. Вот есть такая проблема, которой, например, мы сталкиваемся, да. Мне, в принципе, вот проект у нас был такой более молодежный, там мне нужен был, я сразу, мы актрисам всем говорили, там вот один молодежный, другой там, ну там позволительно было вот это поцелуй в кадре и так далее. Я так понимаю, это ну как бы проблема, да, сейчас вот у нас, у наших актрис. Да. Я сейчас для ютюба пытаюсь снимать вот этот мой сериал, я говорю, ну там сразу будет, короче, очень много сексуальных сцен, причем они такие своеобразные будут, ну как бы такое, да. Но ты делал, в Шикерри у тебя были сцены сексуального характера. У меня, по идее, уговаривались? Ну, я не сильно уговаривал. Ты просто делал. Я отговаривал. Ты просто включал свой моджо. Да, да. Я просто типа изначально, да, ты так же по голове сказал, будут типа сексуальные сцены, так-то, так-то, и просто разговаривал, и вроде никто там сильно не возмущался, все понимали, что типа, что снимаем. Но это до утверждения, да, ты разговариваешь, или уже утвержденных актрис? Ну вот, когда мы встречались с актерами, сразу говорят, типа, так-то будет, будут сексуальные сцены, типа, и все будет откровенно показываться. Ну, мы сразу подбирали актрису, типа, это была первая актриса, которую мы позвали, Вадина, мы ее позвали, и я с ней общался, и, ну, как-то подошелся сразу, она сказала, да, типа, я, ну, в плане типа, согласилась, нет, да, просто я сказал, типа, так-так-то, будет классно, типа, это минимум будет там ляма-2 просмотра, миллион-два ляма. Ты, короче, поинтереснее, чем брать, да, короче? Да, подписчики, сериал. Ты, короче, не снимайся, ну, два миллиона будут смотреть, давай. Ну, типа, такого, и вот я объяснил, что, типа, будет популярный очень сериал, классно, все будет, визуально все будет классно, и, возможно, будет хейт сразу, ну, типа. А, был хейт? Да, там, на самом деле, казах, на тенемище, да. Ну, типа, там, скидывала, типа, на скрины, как ее прям проклинают, короче, типа, сень, короче, типа, шайтан в родинке, короче, типа, жестко пишет, прям, типа. Ну, она, типа, нормально к этому, рано чуть-чуть, вначале, типа, такая, блин, короче, типа, но потом, в принципе, но она тоже говорила, не как-то маза, нормально, при сцене. Да. Но им все равно не выходил. Все равно было неудобно. Не красиво еще дубль активский. К счастью, снимали с одного дубля все, просто, типа, долгий дубль был, мы просто потом вырезали нужные моменты. А, понятно, типа, интровизируйте, да? Да, а у нас был такой смешной момент на площадке, там, первая сексуальная сцена, квартира, и, короче, там, типа, комната, и я там, короче, всех вывожу, короче, никто, чтоб не смотрел, всех вывожу в комнате, они вдвоем, оператор, звукач, короче, остается, и все, типа. И, короче, там, развел сцену, объяснил все, короче, долго объяснял, чего, как, короче, типа. И выхожу, и, а у нас плейбэк в другой комнате, там, большой холл. Выхожу, плейбэк, 40 человек, даже водители большие. Бля, у меня копия! Да, типа, и там, там, типа, хелпер и принцы, чипсы, с собой, вот так, короче, пепп, типа, прям, пепп, и тапочки, это было очень смешно, и там, типа, комната находится, вот здесь, и типа дверь, такое, типа, разделение стены, и вот здесь, да, фига, да, я просто вышел, смотрю, ееееее. Типа, у меня похожа ситуация. Типа, насколько редко снимается. Мы даже в нашу постельную сцену снимали. Я пошел, мы камеру вот так сверху ставили, это долго, у нас не было специального экрана, мы придумывали, там, из этих эссистендов, там, еще что-то, камера тяжелая, как-то, ладно. Пошел всем, сказал, ребята, никто не снимает, актеры попросили на камеру. Во-вторых, ну, типа, зачем сдавать, потому что в этой постельной сцене был какой-то сюжет. «Окей, окей, хорошо, шик, сажусь там, чуть-чуть поворачиваюсь, вот так, сажу». «Бывает это ощущение, что кто-то на тебя смотрит?» «Поворачиваюсь назад, у меня там 55 человек». «Да». «Вот здесь голова торчит». «Все пришли, я, людей, как…» «Ты кто? Ты у нас работаешь?» «Да, я, братан, водитель Монго». «Ты кто?» «Это хозяин дома». «А, хозяин!» «Вля, и ты думаешь, только что делать, что делать, что делать, что делать». «А это его брат». «Все пришли, то есть люди, которые я вообще не видел никогда в жизни, они…» «Ты даже не думал, что у вас такая большая съемочная глупота?» «Да, я, я не думал. Я думал, вот, кто жрет все это обед». «Может, мне интересно было, конечно, это столько забавно, но актер, актриса, мне было тяжело искать, но типа все в отказ, в отказ, нет, нет, все такие…» «Ну, сейчас вот ищут на этот проект, Салем снимает тоже, про эскортницу, где там тоже ищут, и тоже сложно найти актрису». «У меня все в отказ пошли, хотя в жизни-то я знаю, что они наслышаны». «У тебя звездочка стоит там на телефонах…» «Я говорю, просто делаю все как в жизни». «Я же помню все…» «А мне интересно было, когда «Саке» запускали, много актрис писала. «А у меня женских ролей мало, то есть у меня по сути только секретарша и все, из главных». И она так… «И мне пишут, лжа, что, есть кастинги? У меня шлюхи остались, хочешь играть?» «Нет, лжа, серьезно?» «Серьезно, шлюхи остались, я прям максимально вот так…» «Готово?» «Нет, не готово, до свидания». Вот так, то есть сразу…» «Нет, ну, мы нашли». «Ну, пришлось одну девочку русскую сделать, потом мы меняли ей имя, типа «Татарочка», там, еще что-то, еще что-то, в общем, не смогли, но одна актриса пришла, лжа, вообще классная, она просто порвала нашего актера, она разорвала его, он себя почувствовал там, подростком, по-моему, она просто пришла, такая…» «А я знаю, что она в казахских сериалах снималась, ну, где-то видел, я думал, ну, типа, стереотипное мышление, типа… «Лжа, ну, ты как будто…» «Конечно!» «Ух, раз берет его, целует прямо на… в гримерке, то есть…» «Все отлично!» «Дальше…» «Ну, это было прикольно!» «Он говорит, ну, я же актриса!» «Я говорю, ну, по идее…» «Да, не знаю, почему…» «Ну, да, это, по идее…» «Ну, да, это должно быть нормально, по идее…» «Ну, да, это должно быть нормально, по идее…» «Чем больше будет таких сцен, типа, это потихоньку, типа, станет, мне кажется, нормальным какие-то, типа…» «Да, да, потихоньку надо двигаться, но…» «Какое-то отношение…» «Вот первый раз, когда сцену «Поцелуи» снимал в Казахстане…» «Ахпота у меня снималась…» «Нур…» «На тот момент, да…» «Жена Даурена…» «И я говорю, я сразу предупреждал, будет сцен на «Поцелуи»» «Ну, типа, как мне по-другому показать?» «Я не знаю…» «Обязательно должно быть этот пик…» «Потом…» «Пришлось выводить…» «Ну, я же тебя предупреждал…» «Да, без проблем…» «Этот, этот…» «Все такие…» «Все вот…» «И там главный актер, который говорит…» «А меня никто не хочет спросить?» «Может, я тоже волнуюсь?» «Может, я волнуюсь?» «Ну, то есть, это реально какая-то проблема…» «То есть, мы когда снимали свои какие-то проекты там…» «В США…» «Она говорила…» «Я еще…» «Я оттрумой, типа…» «А может, это…» «В губы поцелуешь?» «Оу, you want me to kiss?» «Я-я-я…» «А она как засосет его?» «Я такой…» «Типа так?» «Я говорю…» «Да» «Окей, cool» «Все, ну типа, окей» «А то я могу ей вот так и вот так» «Да» «Прикинь…» «То есть, гораздо проще, нормально» «Ну да, но это, наверное, потихоньку у нас будет вот…» «Не знаю, здесь, конечно, тоже есть свои какие-то…» «Я тоже боялся, по идее, из-за этого я…» «Ну, репетирую эти сцены…» «А, да» «Я еще типа…» «Сам» «Нет, я актеров приводил, типа, и мы прям репетировали сцены, и там…» «Ну, чтобы на площадке не было таких тупых моментов, и мы долго стоим, я их уговариваю» «Кто там…» «Там бывает именно момент, когда пришло…» «Я думаю, типа, они могут сказать, блин, я что-то не могу оказываться…» «Оказаться вот…» «Папа написал…» «Папа написал…» «Мне так сказали…» «Я боялся таких моментов, и за это я их, короче, привел, короче, иди подпевет, давайте репетировать…» «Это первый день их знакомство был?» да и мы сидели все вот это я смотрел это серьезно первый день знакомства и не сразу так сыграли ничего не не модно репетировать я честно выпили девушка вот ведь лайфхаки надо чуть-чуть ну как это это жизнь объяснял типа ребят мы короче это по-любому с ними поэтому вам лучше отыграть максимально классно типа и мы один дубль делаем и уходим короче типа потому что ну типа если мы сейчас я не получу то что мне нужно мы будем дубли 10 делать короче и вы сами перестрадаетесь короче и это когда объясняют такие все-все-все-все типа и готовится началась и мы один дубль сняли на один раз у меня был честно га такой момент мы последний день уже утверждали мне еще канал говорил я это все высылал короче и две девчонки вот так вот стоят и они вот одинаковые все будет мне все равно кто из них там да и канал что-то там думает там этот кто кого там у кого какой график я это все должен ну как бы совместить и понять кто потом я говорю так девчонки все у нас будут постельные сцены кто будет кто будет одна сказал я и вот вы со стороны это казалось ну ну животное вообще то бассейн и сцены вот он продюсер вот он есть тот самый который там у нас еще типа и у парня и у девушки они были в отношениях типа и девушку же были год были но сейчас я не знаю как у них но вроде типа но у девушки были отношения тому же год они встречаются с парнем и у парня были отношения уж нормально и это ну в принципе это не помешало украска с не но это хорошо молодые ребята профессионально относится к нам это должно нормально иначе как снимать тогда да то есть парень плюс парень минус какая-то 2 миллиона и посмотрит это хорошо не ну ладно вот ты вот у тебя девушка есть ты бы ты был бы конкретно за что он такие мы лично я тоже например сказал я говорю мы мы двуличный как есть в плане типа не ну смотри если приходим если бы моя жена изначально актриса была то и возможно я был бы к этому готов но просто она типа не актриса и я вот не говорю жена и девушка вот девушка нет конечно конечно мы двуличный то есть мы можем прийти залечить типа это искусство это this is art ты актриса ты это на жене или девушки но таки есть давайте говорить про не но я буду если бы ты сюда нормально будет я уже думал просто об этом да я бы нормально относится то есть я посчитал бы как думаешь на момент когда не выдержал ну хотя вот как у гайка холома не знаю как бы это тоже мне кажется там вообще было все по правде да да ну я когда это увидел даже при нем и мне кажется это это как любые какие-то вещи которые неизбежно со временем что-то будет меняться просто может быть с одной скоростью или с другой да то есть просто здесь же еще обратная сторона есть ты можешь если завтра это будет приемлемо например то некоторые будет выезжать на это условно делать пустой проект просто на постельных сценах но это тоже до поры до времени да например как с матами я например за маты в кино я за но не за грязь когда он просыпается это кайф да то же самое мне кажется постели тоже уместно должна не так что они там везде грубо говоря трахаются и так далее то есть ли это там но не неуместно по сценарию про нефа монку слушайте нового то если брать вот так вот если в общем да то есть есть же какие-то ну опять-таки какие-то стигмы да какие то вот ну вот есть такая штука что вот казахстанские сериалы телевизионные вот такие да или казахстанское кино которое там финансируется государством она тоже там есть какие-то к нему там требования условия вот вот если бы как вы думаете что вот надо было поменять например чтобы у нас например ну кино было не за и так поколению поменять но вот смотри с другой стороны вот например молодежи сейчас тоже во многом примеру хочет какие-то ну вот давайте прям конкретно что сейчас происходит да и в сериалах и в кино все есть такое направленность государства на исторические и сериалы и на историческое кино и у молодежи же тоже есть такое направленность ну да это да но вот у молодежи тоже многих есть такое ну как бы вот надо историческое какие-то вещи там может быть это разные периоды люди хотят но все равно ну как бы чтобы вот там чтобы люди сказал что мы только хотим про коррупцию наркотики снимать да 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 очень много исторических идей а что надо сделать вот есть выходили исторические проекты вот в подходе да там не конкретных проектах в подходе что же поменять просто надо убирать чтоб там не жрали бюджет и все больше надо новая школа придет и она сменит старую все это я мне кажется типа просто это смена поколений как и везде всегда бог происходит какая-то революция там самая французская новая волна и так далее просто нужны смелые люди есть там классная посовица типа там сильные времена создают слабых людей ой хорошее время создает слабых людей слабые люди создают там плохие времена плохие времена создают хороших людей там и типа но хорошие люди ну типа цикл и мне кажется типа этот цикл произойдет и в какой-то момент то есть сейчас уже мне кажется идет вот это какая-то то есть позапоследние там пять лет мне кажется огромный вообще поток новых почти режиссеров креаторов разных там типа и так далее там час наши ребята в америке там делают анимацию там есть нас буралки ребята да то есть очень много музыкантов так и то есть культура прям очень сильно развивается я на быстрым темпами и за счет социальных сетей мне кажется это будет просто типа сейчас какая волна идет и она просто типа сменит просто должна сменить это поколение и за ними придет еще новое поколение поколение тиктокеров вот этих типа кто у которых вообще мышление бешеное типа и они там могут кино на телефон снять и выиграть фестиваль от типа например то есть и это тоже мне кажется классно поэтому типа типа это все поколение мне кажется не нужно чуть-чуть времени не знаю мне кажется просто надо пожестче быть мне мы просто недавно историю рассказывали я сейчас не буду называть имена название но если расскажи история такая что исторический фильм на него выделено 600 миллионов тенге на при продакшен уже потрачено 300 миллионов на командировки локации так далее и человек приходит спрашивает хорошо супер покажите мне хоть один одну сцену у них нет ни одного кадра пол бюджета уже потратили как бро не надо ждать поколение это долго будет это это этот лет двадцать тридцать я не хочу ждать лет двадцать тридцать милу самому вот эти люди должны уйти для этого чтобы мне кажется просто надо делать это кино это же честный бизнес да то есть это не асфальт и это не мост люди там увидят где мы с халявили где мы там и так далее там да там построили где-то что-то классно все супер забыли никто не разбирается от кино это честный бизнес конкретно да нет понравилось непонятно качество некачественно да то есть тут мы будем переть все равно своим поколением и дойдем до того что просто нас ну как бы будут хочешь не хочешь признавать но реальные и будут взрослые люди которые например ахана на такое он как я хочу молодежь покинуть мне нравится как сейчас все идет а есть другие которые где-то баурумин советский союзки если такие нельзя говорить что все одинаково да но мы все равно будем идти и все равно в какой-то момент зритель увидеть и скажет а почему вот этот проект не отдали вот этом отдали вот этому ведь в этот лучше снимает поэтому это все равно произойдет мало рано или поздно но просто вот если говорить про историческое кино тот бардак который творится на верхах как разбазаривают это просто кошмар ты ты бы видел какие там суммы бро я когда увидел я просто охренел мы просто мы 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 я не знаю мы мы семечки у нас у нас семечки томыч старайтесь там такие бюджеты елки ты думаешь но этого может это зависть я не знаю а может не зависть но и у меня у меня просто мозг не работает он не понимает типа как не может связать это все вы чё там делаете типа слушай но вот смотри а даже вот если эти цифры разбирать а вот эти сколько строгощина исторически сколько было в 600 300 на преподакшен но на самом деле за 600 даже хороший исторический фильм же тоже мне кажется это маленький бюджет исторический а не какой-то другой ну вот в принципе это полтора миллиона это же ну если так брать но по-нормальному как бы да как бы все равно это полтора миллиона долларов это по сути не такой еще большой бюджет а и да это маленький мне кажется это тоже такой вопрос ну когда вот и как сказать вот часто разбирается по сериалам берется общая сумма сколько выделены например да там ну вот эта сумма что этот но она же разделена на там дофига количества серий дофига количества проектов да ну по сути если сравнивать например с российскими там каким-то украинскими проект они там дешевле украинские в четыре раза то есть бюджеты в 16 раз саке мы посчитали серия саке 16 раз дешевле чем серия слуга народа да слуга народа причем это большой бюджет может быть но спец проект был то есть в 16 трасса то есть он был на уровне российских российских любой проект он в 10-15 до 120 тысяч евро да но су услуги причем по моему по 200 было ну вот ну то есть это такая штука которая вот как бы сумма я с другой стороны будут исторически вот они берем кто-то 300 забрал на 300 он потом что-то снимает понятно не на 600 но даже 600 наверное ну вот так если это не так много чтобы именно исторически вот ну там же много там же фактура все вот эти вещи уже не может исторически быть там на там но если только это по какой-нибудь там условно просто по его снимать например исторически там кабине это какие-то там металлургических комбинат и там да ну только вот только вот такая это был далекий 2014 мне кажется надо типа просто тогда брать эти бюджеты как-то спешать сценарии и делать их все то есть мне кажется если мы хотим что менять просто но вот вы как больше видите смотрите вот вы если дать там дальнейшее развитие что вы например получите к рано или поздно проект сказок фильма или например ваш какой-нибудь сериал выстрелить на комистами платформе это тоже один из в развитии из векторов до развития у меня такое я сейчас пишу свои авторские сценарии и это не сериал это фильмы и я буду там находить бюджет либо здесь если здесь там там не поддержит то я там буду дальше двигаться просто это авторское кино да не не авторское кино да да аналогично то есть я не надеюсь на казах фильм я не надеюсь то есть если они захотят поддержать окей я за без проблем только на каких-то там более-менее нормальных условиях я сейчас не про финансы говорю а если нету блин ну живем же делаем за что-то очень много возможностей мне кажется типа если здесь не поддержит то в россии столько возможностей по идее ну вот это кстати очень круто круто что такое время пришло мне кажется ну да на самом деле так и будет просто либо будет отток либо мы здесь что-то будем сейчас что-то делать и будут говорить казахи крутые чего вы там казахстане делаете ну либо ну либо принципе по-нормальному это и то и другое и здесь делать это еще у нас работаешь такая типа проект тут проект там без проблем без никаких проблем нету то есть но но очень мне кажется стриминг это вот будущее здесь все но здесь это не будущее это уже настоящий но вот кинотеатры открыли все равно никто не пошел что во всем мире это происходит у нолана фильм провалился у нолана фильм ну вот я вот знаете в этом плане уже давно говорил почему я например тот же кинопрокатный не пошел бизнес да ну вот я писал там же сценарий для фильмов прокате кто кто-то собирал кассу какие-то фильм не собирали потому что вот все жалуются да гранит кинопрокат но с другой стороны кинопрокат вот именно из-за спроса там тоже дофига условий которые тебе нужно соблюсти ну условно говоря комедия там бюджет и много вещей которые ты тоже нельзя сказать что это какая-то полная свобода но там также как телевизор ты не можешь там любую там драму какую ты хочешь я но она же должна собрать прокате да там все равно есть такой список понятно он не такой как на там на телевидении но вот я хотел кстати про это сказать вот интересная штука мне рассказывал вот я у кого учился александр молчанов он говорит он приезжал когда вам от уга это общался с нашими гатки ну сценаристами там киношники не знаю с кем он говорит у вас будет такая говорит какой-то свой такой такое свое рассуждение как будто бы вот вы все вот это вот украинское российское работа вы все это пропустили у вас чисто такое влияние только там штатов или еще чего такой такой микс на фильмах я гуну это же у нас музыки это же вот вообще вот как это то есть как будто бы вообще нет никакой вот этой попсы да как будто на наш музыкант вообще ничего не влияло они просто стали фигачить что-то вот что вот с этим замесом да это слушать только мировую музыку и с нашим как казахским замесом это стал такой казахский вайп прям прикольно если бы в кино это было бы ну вот в ютюбе иногда даже читаешь такие комментарии откуда там с якутии пишут там о вы там хотя не на самый лучший я на россию особо не ориентирую честно говоря сам там я не скажу что прям очень много крутых проектов то что сейчас делается то есть то есть те же самые тэнтэшные проекты включаешь я не скажу что-то типа вау там что такое новое лучше сразу там туда ориентироваться мы же такие же мы вот вы говорите казахи на самом деле у меня есть такая теория что казахи всегда были более прозападные среди всех народов средней азии например когда вот условно говорят до начала двадцатого века там все ходили там таких традиционных одежды и так далее потом какой-то произошел сразу всякие си фулин в костюмчиков чипсусами ахмед байдер сонова чечек моды резко люди поменяли заметил то есть до этого они выросли условно в ауле где-нибудь там в юртах потом что-то происходит они резко другие мы потому что это у даже узбеков если хочешь стать русским сначала стать казахом типа я считаю что типа сила наша типа именно казахстана в нашей же культуре типа ну и то есть наш отличие этом долго думал типа о том блин короче если хочу делать кино и будущем типа чем я могу отличаться там тоже самое томат но он от тарантино тебя не крутые чуваки типа но они делают там я не смогу сделать американское кино лучше чем они по идее и долго обсуждал и потом понял что типа именно суть вообще типа того как я мог выделиться и создать там свой стиль казах казахская кино да это именно в том изучать нашу культуру именно наша ментальность короче и благодаря этому как-то интереснее делать то есть и это мне кажется именно тот момент на который надо делать акцент короче здесь если делаю кино то есть то же самое там корейское кино есть типа да есть нам азиатское кино вообще типа отдельно очень в это же не только фольклор да это и современного например вот сейчас я какие-то проекты там приду как-то придумывающие у тебя в голове какие-то ну сразу на какие-то мелодии ты думаешь ну надо так и это будет так оригинально смотреться вот под эту нашу музыку где-то вот эти современные мы столько лет убегали от себя старались мы старались быть как американцы потом мы старались быть как те как другие как третье но мы не сможем ими стать потому что они это они мы имеем имиды мы остаемся мы имя не стыд то есть они когда на нас смотрят их интересует не то какие мы американцы их интересуют почему какие мы казахи реальным и ему и фанка застану а у вас вот так а у вас вот так им это интересно а мы тут приходим чураемся того что у нас акцент ли был мы там кто-то сейчас пусть кто-нибудь в чипа не пройдет но я вот кстати хотел спросить по поводу сценаристов у часто принципе это вот то что всегда слышу от режиссеров сценаристов нет вот как сделать так чтобы они появились по по сути я знаю что сайта и ты там изучаешь сценаристику а вы откуда ждете что вот это придет вы сами напишите сценарий не будет профессионально я изучал сценаристику а вот чтобы вот как как сказать как как группа чтобы это были только сценаристы это не верить и казахской страны из верим просто типа чтобы сценаристы выживали надо чтоб нормальные им платили и пропускали на печенье типа ну то есть почему сценаристы мало зарабатывают они мало зарабатывать за это им надо на что-то жить же по идее а сценарий ты долго пишешь и потом ты даже не знаешь примут не примут и потом короче еле ходишь на не печень короче идти нужно уже параллельно что-то зарабатывать короче мне кажется в этом проблема что ну вообще типа то в отличие от режиссера цена есть не может параллельно где-то там клипы писатели что да ну типа смотри сможешь только писать сценарий и из-за этого там сложно по идее мне кажется если сценарий там оценивали хорошо платили бы за него мне кажется и это мне кажется сработало бы возможно мне кажется одна из проблем конечно но здесь много по идее там внутренних вещей но одна из таких проблем почему много людей не идут потому что это нудно надо сидеть работать много учиться и потом писать короче это долго и здесь надо каждый месяц зарабатывать деньги чтобы там прокормить семью да типа таких моментов мне кажется важно ну и конечно есть же там типа другая часть сама снова возвращаясь к культуре к образованию типа к тому что какие у нас есть вообще поэты что читают короче в плане есть русские у них изначально очень давно уже театра это все очень классно развитые сценарийское дело поэтому мне кажется там все быстрее развивается у нас с этим чуть проблемы в россии не здесь имеют мне кажется русская культура намного бога ну то есть в плане она уже долгое время живет есть великие поэты сформировано до театры русские то есть они же классные драматургия как бы занималась условно больше времени больше людей это да 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 это да то есть тоже время мне кажется но все равно в конце концов все пишет к венчики да вот кстати вопрос да я вот сам к венчик бывший но вот таки как я думаю да к венчики но не все кстати научились писать ситкомы а по сути вот для меня сейчас очень большое разделение потому что обычные сценаристы не могут не все могут писать ситкомы к венчиков-то пока получается лучше всего но но есть же там условно это мелодрамы драма ну там вообще какие-то другие жанры вот откуда там появится как бы сценаристы да мне кажется уже не могут всего мне кажется к венчики классные на самом деле сейчас же модно к венчиков к венчик это не артисты к веновское кино к веновский юмор ну делайте тогда ребята чувак чего интервью даете делайте берите в руки пишите вот вам пять лет давайте догонять и кто сейчас все снимает кто везде сейчас рулит но по факту к венчики я просто объективно могу судить потому что я ни один день кого я не играл ну я по факту вижу потому что они пахаря это школа бешеная и этой же школы в том же сама в той же самой академии нету они не не проходят ту школу где ты приседешь иди в толпа пацанов и вам надо что-то до завтра родить рассмешить зрителя там 300 зрителей попробую рассмешить это очень сложно комедия это действительно сложный жанр и когда ты уже учишься этому уже гораздо легче писать те же самые драмы и так далее просто конечно есть различие и так далее у вас же тоже к венчики дописали же да 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 но этого там там есть такое логичное как бы происхождение того что это люди которые приспосабливаются под любые обстоятельства они же самоорганизуются они же знают что под дедлайн нужно ну вот эти игры они же должны что-то креативно придумать это все вместе по сути это такие идеальные продюсеры такие креативные которые тут же может из из чего-то очень много слабых к венчик который сейчас если заметил как микрон щеку вот смотришь говно пишет просто нереально просто он к венчик просто наиграл к хорошей к венчике становится киношнику мне рассказывали один театральный актер говорил да вы к венчике то все всякую фигню делаете я еле сдержался чтобы ответить ну зато мы вас кормим по факту так и есть они жену мне мне нравится что они делают движникова нереально везде что-то успевает вот вчера встречался к венчикам он там ведет мероприятие а раз на джаза туфу уже смотрю нормально пишет нормально уже интересные истории уже думают в правильном направлении уже более киношно мыслит классно классно мне просто кажется что есть еще какой-то пласт наверное может быть он очень тонкий но людей которые склонны к писательству которых есть больше такая ну как глубина что ли вот ну я вот сейчас пытаюсь их найти в принципе понимаю как как это все работало работает но вот те которые ну есть же эти люди которые пишут там на казахском на русском вот те которые могут ну что-то еще дать кроме этого да то есть ну потому что если брать там драматургию некоторые знаете там хорошие писатели там врачи да потому что они ну за свою жизнь очень много вот с точки зрения персонажей увидели драмы психологии там да вот этих вот вещей ну да но пока не нахожу но может быть это моя проблема это же я продюсер я должен находить этих людей на самом деле время пройдет сейчас сейчас будет все будет потихоньку лет десять назад у нас вообще не было толком не было вообще сериалов да мне сейчас говорят наши сериалы говно я говорю ну вспомню 2009 год кроме трех сериалов ничего нет за всю историю казахстан сейчас по 30-40 сериалов год делается появил появляется конкуренция тем более сейчас кстати нет такого ощущения что сериалы уже становится качественнее кино ощущение появляется мне конечно нашего кино конкретно я считаю что да кстати я считаю что я одну я-то вообще топлю на этом канале за сериалы а не за кино как бы ну как для меня после чернобыля и после чик сериалов да для меня все это честно говоря вернулась для меня по чернобыль и чики я считаю это просто кино уже нет такого там сериала это просто форме сериала но это тоже все это кино то есть боком большом таком значение что чики написано очень много против сериальных правил это вещает режиссер он сам был сценаристом но это все работало все равно как бы ну это круто сейчас уже нет такого типа это сериал это кино нифига щас даже у нас сериал я считаю что уже хороший уровень выходит а кино на воротите до свидетельства видишь да потому что мне кажется netflix это классно меняет в мире типа этот стриминговые площадке они показывают что оказывается сериала могут быть лучше типа и намного лучше и на самом деле это раньше началось даже раньше раньше со времен шерлока breaking bad вот это ну и клан сатрана они тогда уже начали сатрана и вообще что ты думал нифига нетфликс и hb просто добивают сейчас они просто просто мочат в казахстане тоже самое от россии в россии то же самое творится уже кино чуть-чуть так то есть не раньше было конкретное отличие сериал кино вот ты чувствовал это по первому кадру сейчас не почувствуешь это то есть это но даже у сериала видишь сценарно есть преимущество все в сериале можешь рассказать более подробно эту историю даже шикер у вас если бы это был фильмом вам надо было докрутить раз два три поворота три продажи удачные потом провал потом какой-нибудь пик да потом полностью провалил все у тебя полтора часа эта история просто была бы наркоторговец он как бы у него все получается потом он взорвался было ключевое событие потом все провалилось и он как-то выкарабкался отомстил все по сути пол полный метод для проката а здесь вы можете историю это интересно чего там мире еще там происходит на самом деле очень понравилось снимать сериал я короче очень кайфовал и когда это все на монтаже собиралась у меня была такая эйфория типа и потому что ты снимаешь и снимаешь и нелинейные по кусочкам типа вон там за это все снял и ты у тебя какой-то ну и за то что первый раз снимаю у меня какой-то уже начинает страх блин соберется и вот и снимаешь каждый старался типа каждую сцену сделать максимально хорошо насколько я могу короче да ты говоришь что восьмерок ты хотел избегать да я хотел избегать все как-то не стандартно взять просто типа чтоб каждая сцена мне нравилось жанр позволял идти не то что шутки сам это там же состояние же на наркотики вот это все нестабильно дестабильным в первую очередь в голове главного героя и это круто что можно позволять я не могу тебе такого только где когда у меня жесткие конфликты в туалете этом перехожу этот но условно но это было бы пробовал так делать это чуть-чуть неуместно смотрится это смотрелось как смотрите как я умею да понимает то есть уже ты не за рассказывание история как бы в твое твое да здесь круто жанр позволял так что ну вы хорошо выскочили из ну как бы использовали все мы тут слушай а вот этот вот история с этой сценой которую я видел видео в котором то смогом бета выступает и там прямо прямые параллели как этот выступает вот этот помзам акима это было специального скажи по это конечно специально это цитата этот цитата короче у нас сцена была отсылка отсылка у нас получается один положительный герой асан играет и там он говорит точно так же как говорил тасма амбета 2000 по моему девятом и он почему это почему не сдаете тоси-боси татата так я вам даю время до какого-то татата так и в конце да у нас денег не хватает как говорил макеевский с деньгами любой дурак сил и мы точь-в-точь повторили сценаристы очень очень круто сделали а потом этого только это понял то есть это было цитирование сижу я короче в инстаграме и мне высылают видео плагиат плагиату то смогом бета-ла это я такой думаю визу реально и ты мы такие придурки что вот сперли типа мы цитируем это круто плагиат плагиат как не говорят там пишут в комментариях о это прям этот слуга народа где слуга народа ну где там учитель становится президентом у нас про каким району это там домашний арест домашний арест вообще фильм не про губернатора там про историю возврата к истокам по сути здесь у нас конкретно другая тематика да конечно мы смотрели эти фильмы сериалы мы старались потому что избегать я лично например старалась какие-то момента где-то наоборот мне нравилось как они делают как они по мезансцене выходит но без эклер плагиат планет интересную ситуацию тип вот выпустили шестую серию и там есть такая сцена где они им нужно короче заложить 300 закладок где-то за день короче и они говорят ну типа нереально это короче сделать что миллион заработано 300 закладок сделать и типа нереально если по городу будем ходить там можно там за час ели 2030 сделать короче типа и приходит гениальная идея там типа что можно короче зай пойти в библиотеку и заложить короче в книге типа и потом фоткать книги отправлять чтобы и потом посетители приходит библиотеку спрашивать книгу и берут типа такая тема и мы сняли цена на прикольно получилось там типа и все начали угорать типа и вышла серия на следующий день утром не звонят с министерства культуры вот вы снимали в библиотеке короче типа в нашем да мы не нашли можете подвести книжек это точно это библиотек это по идее жесткие языка типа еще звонят не а чё хотя чё 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 вот типа не звонит еще типа не телефон а на вот сам звонит короче я беру типа дак-то дак-то короче представилась женщина короче она говорит что вы хотели вообще этим сказать что вот эти красные штуки короче можете объяснить вы как вообще на каких условиях снимали в нашей библиотеке там начали короче разбираться я такой вот короче сейчас вам дам номер продюсера типа я снимать типа не причем с ним общайтесь типа я передал и они там разбирались конечно как-то типа решили сами типа и все нормально но я удивился типа что они очень посмотрят я посмотрю министерство культуры там женщина теперь назовет вот так типа в такой-то серии что будет дальше но мне капец часто говорят вам не звонят вас не прессуют вам дам этот нет нифига вообще вообще нет типа норм но мы лишь было грамотно выскакивали из каких-то ситуаций у вас антикоп пилингуют не трогаем короче республиканская км чтобы нас не трогали но хоть как-то хоть как-то же надо показывать вот это все но прям была интересная ситуация не знаю можно говорить мы никому не покажем этом мне все равно мало кто смотрит рассказывал короче у него этот знакомый аким и он выходит на рот и говорит типа так то так то вот это да сделаем вот это сделаем все хорошо да то сделаем там женщина где-то стоит прям как саке да говорит а я слышу это и делаю вид что не слышу и думаю вот сука русс прям как саке ну это блин это же признание это все это как бы что в точку на самом деле она мне с благоустройства человек встретился со мной блин мы сейчас все напрягаемся реально какой-то у нас страх появился да типа игру на это блин значит нас справляемся со своими задачами у меня типа один подписчик скинул короче прикольную тему мне пишет короче айтуре салам просто типа и скидывает скрины с переписки с чуваками которые вербуют вот этих закладчиков типа и там типа прямо уговаривать его я мы до этого до того как вообще снимали мы изучали тему и мы прям тоже пытались вербоваться и они прямо уговариваете говорит не бойся там все будет нормально тип скидывает там кодекс типа у них прям то есть у них есть кодекс типа вот здесь закладывать морду вот и закладывать тебя в такой части в такой ситуации что надо делать короче такие вещи короче хватает и даже да и чувак скидывает как его вербуют короче чипа и он говорит хорошо что я смотрел щекер горит типа я на такую типа у нее не поведу и все бои он пишет короче мы пошли нас убивать а вот сценаристы ваши они прям изучали это да вот прям с готовым материалу пришли или сыра было и ты такой не изучали то есть я когда пришел они уже типа провели такая они прям ездили в бн спрашивали как ловит их короче типа там рассказывали истории как вообще этих чуваков про месяц еще чуваки кто варят типа часу на втором сезоне будет про про это очень история как ваще варят то есть комплект если да не комплект они скидывают тебе просто что нужно купить да 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 я имею ввиду и просто скидывает тебе рецепт как это делать просто типа видео урок это прячено таких кожда тебе просто играми скидывать видео урок ты это мой сайт заходишь и ты партнером становишь ты скидывает кидаешь деньги партнером становишься они тебе объясняют правила как работать типа и так далее и ты становишься поставщиком типа сам варишь мутишь короче снимаешь и там показа фактура и там показывают то есть мне рассказывают сценарист они ездили в бн и там ловили чуваков как ну кто варит короче в домах и там это очень жестко просто чуваки такие основном типа это простые чуваки которые там просто то есть они не учатся и им надо типа как-то заработать и так бы он ходит там просто и типа через месяц у него уже машина классная короче типа и потом хочет там дом купить родителям так резко становится ну то есть не знаешь о чем он зарабатывается да некоторые вообще типа открывают там просто playstation и типа ну то есть типа а через это отмывают бабки и типа то есть там есть такая тема что открывает счет вообще на бомжа кого-то гаспи открывает и через него вообще все право то есть типа таких момент вообще много еще остановить короче потому что через telegram типа и все это через скрытые чат и все переписки и это просто типа единственное как это можно остановить на уровне вот таком типа обучать людей что это плохо типа и это вот по идее основной посылку что то есть наш герой все равно придет к типа плохим последствиям все равно я говорю есть такая штука есть как такая штука как продать placement а здесь делать чтобы не было плата плейсмута то есть надо сказать так короче у нас по сценарию везде каспи потом каспи прийти хотите чтобы в хохов все не через каспи ну то есть не через каспи платится на торговцам деньги чтобы каспи заплатил каспи него вот идея мне сейчас такая этот мысли возникла в голове почему саке и шекер имеют своего зрителя до такого на мне кажется потому что мы вот эти детально объясняем эти движения это интересно то есть мы про наркотики мы про коррупцию и и правдиво главное вот мне кажется знаешь это общее то и до вот это неважно какая съемка и так далее на самом деле не кажется там правда что народ да у народа большой запрос на правду то есть вот расскажите истории которые не показывают нигде и про нас то есть это не то что в россии где-то происходит это вот мне мне потом много людей типа даже там тех кого знаю короче во грамм то раньше работал короче подходить это капец моя история типа я тоже стоял вы вот так отправлял фотографию своего типа а там просит удво что кто так сфоткался показал да показал свой дом адресную справку короче показываешь типа что ванить они типа ну все это должны а тебе информацию за что ты типа взял товар чтоб не кинул короче их типа и там вообще если ты потом кинешь вообще там жесткие вещи происходят на сейчас рассказывать у нас уже вторая часть типа повторюсь у нас будет именно то что он там последний раз килограмм берет и убегает короче типа и сейчас будут последствия эти все я это изучаю и еще в шоке короче типа серьезно типа настолько серьезно все и типа таких моментов очень много и это все ну по-настоящему происходит просто мы об этом не знаю и когда ты все это слышишь короче от первых лиц которые те говорят вот так вот типа вот было передо мной слушай они говорят черну все так же как сериале то есть вот так так и короче отправляя свою фотографию также работаешь короче типа просто все по разуму кто-то за дозу кто-то за деньгами короче типа кому-то просто нужда типа и много таких моментов и все там даже типа я не сказал что супер нужда у кого-то есть просто вот эти легкие деньги ты пошел закину тебе скидывают деньги и ты за неделю заработал 100 2 они не уделяются откуда вы это все знаете кто но вот зрители типа ну вот зритель который имеет отношение к этому ну вот типа в ноги думаешь что я сам короче юзаю типа и вообще все шарю за это дело типа а ты не юзаешь ты шучу ладно я даже сигареты вместе домой паяли тебе какую структу это интересно по идее потому что я вот такое слышал и это факт это факт что наверху один человек посмотрел короче саке и помощника вызывает и говорит им кто-то сливает да нет я не думаю думаешь да я думаю не сливают ну ладно давай за ними дальше посмотрим типа а этот помощник он и сливал кто это может быть а кто это сделал то есть они тоже удивлены вот этой детальным вещам как вот эти движения с поставщиками как они общаются где что как где общаются зачем вообще вот эти особенно вот эти которых играет этот на шамбек вот эти два пацана более на я ну таких видел именно особенность то что они ну не то что чисто агашки там да и вот там чиновники кто между которые вот общаются и они вот этот момент движения потом раз перед кем-то там там чуть на не бегают рядом с велосипедом мы же быть эти вещи это прикольные по идее вот я говорю же мне кажется просто со зрителем как бы честно за большой запрос на правду и поэтому есть темы которые вот если просто об этом не говорили и это взрывает мне кажется это много кто еще респектует за то что типа не боимся показывать тоже самый секс типа передоз на сесть там типа такие моменты именно но мы надо об этом да 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 и это типа многие респектуют говорят ну типа нету типа нигде это не показывают скрывают как-то типа это типа классно у нас все такие все и целуются ничего не это не происходит это нельзя я считаю что надо прям до конца показать мне вот с убэйном убэйн прям мне как-то года два назад вызывал как нам нужно ролик типа у нас бюджета мало им к слушать давайте я вам бесплатно сниму типа это социально важный ролик я чувствую долг просто мне закройте вот это вот это или найдите мне вот это вот это вот это вот это все две дозы оператор то есть я им пишу сценарий я прям показывать до конца как человек просто условия там чуть банальника два пацана в клубе то есть я будешь будешь и дальше показывать в конце где он просто выносит труп на хрен да ну грубо говоря да и позвольте возвращаемся с флешбеком нет наверно не буду и ты как бы ну там минуты я говорю типа выбор за тобой я прям надо жестко показывать вот как он скатился как варим жестко-жестко прям как вот реки по месте да слушался ух вообще как мне нравится и они говорят нет это что-то слишком и в смысле слишком ну честь что-то как-то это для телевики как по-другому ты пока не покажешь человеком творится в дтп он не будет бояться дтп реально когда реальный дтп видишь трупы что там с ними происходит шуть и ты ну нафиг то же самое с наркотиками надо конкретно показать я просто помню насколько это важно школе где-то в пятом по-моему классик нам приходили у нас был урок насчет наркотиков и приходили и я не показали картинки наркоманов мне до сих пор это перед глазами и мне реально отторжение это то есть мне кажется действительно надо прямо так вот показывать жестко прям как есть они так что наркотики это плохо и он лежит там в больнице белой палате не знаю со системы в руках смотрят вверх там мама возле него плачет фуфло полное нас же скач показывать тогда мне кажется это сработает стопудово ну я говорю запрос на правду еще и в том как это показывается да не то что нам этого чтобы вот этот все ну вот эти все инструменты есть для визуализации для сопереживания их надо все использовать и и народ ну видно же что они вообще ну как бы на них производят это впечатление все ну и так шокер же смотрят не только у нас да и саке тоже да саке да да уже тяжело было набирать у нас нам еще нулевой канал дали блин мы пока разогнали а как разгоняли просто ну как бы разогнался ну как бы он разогнался сам ну нулевой был но у нас да у нас зритель много с россии смотрится вот это вот на этой территории везде есть запрос на правду у нас вот 60 процентов рассказали с россии россии потому что у вас на пацанки в историях да канал был да вот видишь классно да вот мне кажется в этом пока по крайней мере промежуточное вот что-то делать с нашим менталитетом с нашими актерами но если даже на русском языке но не вот так как как сказать для русского телевидения да русский сериал с казахскими актерами это не ну да ну то есть не но еще есть ментал там же не просто там вот так вот иногда кто-то пытался сделать такой как у них только с нашими там да это но это другие вещи вот с нашим менталом все это вот даже вот где-то переходит на казахский и так далее. И все равно посмотрят, потому что люди же, ну, как бы, никто не выбирает вот так, русский актер, там, ну, смотрят на русский. Да, даже колорит какой-то есть, да, в этом? Необычный. Мы же герои. Если мексиканцев смотрим, наркос там, мексиканцы, колумбийцев. Всем интересно, брат, не о своем народе, а о другом посмотрите. Да, 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 вот о чем мы говорили. Да, но чтобы темы были вот такие вот понятные, да, то есть что... У нас помощник, например, Акима Адаврин, который я был вначале вообще, то есть, герой его был молодой пацан, 25-30 лет, городской такой, тихоний и так далее. И потом что-то сидим, думаем, не помню, чья это идея, мы говорим, слушайте, а может вообще его сделаем старше и таким более казахоязычным, пусть контрастует. Как это будет? Чик, посмотрели на пробах, смешно, прикольно работает. Давай, фук, сделай, отдуши, брата. И реально залетело. Он ходит такой, чик, 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 чик. А хотя вначале, ну, он молодой был. Молодой, типа вот, свеженький помощник. Не хватало вот этого. Мне все равно я считаю, что казахшизма нужно добавлять обязательно. Да, да, надо свое вот это. Просто, видишь, там человек понимает о чем, ну, пока еще он сказычный зритель, но он еще так не смотрит, да, с титрами. Он понимает, но понимает, что это не про них. Но темы близких, конечно, нет. Да, да. Ну, даже когда название подбирали, типа, у нас там было название разные, там, русские, короче, типа, мы говорим, щекер, это казахское слово, типа, это, ну. Но оно и понятное такое, ну, в смысле, ну, как просто по произношению люди. Да, да, и мы такие, ой, давай щекер, короче, типа, пусть будет на казахском, типа. Да, ну, прикольно. Да, мне кажется, не надо бояться этого смело. Щекер, щекер, наоборот, классно. Да, блин, ну, слушать же нашу музыку и за границей, и подпевать, и так далее. Так что не надо. Это вообще только по-сталому подходить к этому, да, это еще, я говорю, эти правила телевидения, это, то есть, условно говоря, на телевидении, может, не поставили бы это, да, а все уже в день до того времени уже всем смотрят, вообще, любые, мы там какие-то тайские ролики иногда смотришь, там, да, или африканские, нигерийские какие-то там, там вообще очень своеобразная штука, ну, ничего прикольного. Это все подтверждает именно то, что, типа, короче, наше типа отличие, именно наша, как сказать, индивидуальность именно в нашей культуре, типа. Да, 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 да. Мы когда 103 снимали, тоже там же изначально почти все... 103 тоже сейчас тренды. Да, он же на русском был полностью, почти полностью. И я начал менять, чик-чик-чик-чик некоторых героев более казахоязычными делать, еще-еще что-то менять, Абикея, например, у нас там, хотя Абикея нет, герой изначально был там, Таня есть, медсестра, которая русская, но на казахском разговаривает. Вот такие моменты подобавляем. Нормально работает? Ничего никто не говорит. Канал тоже окей с этим. И каналу доказываем, и говорим, вы же НТК? Да. Вы же современный? Да. Что вы прям так? А вот... Да, большое спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Круто. Сегодня были покорители трендов Ютуба казахстанского, режиссеры Саке и Шаке. Вот. И классно поговорили. Надеюсь, вы еще придете к нам. Еще что-нибудь поболтаем. Будут крутые ваши работы, выйдет вторые сезоны ваших проектов. Удачи. Спасибо большое. Это был видеоблог серийный продюсер, наш подкаст. Меня зовут Николай Пак. Всем пока. Подписывайтесь, если вам это нужно.